Мы сейчас присоединяем к эфиру и беседе. Валерий Рябых, это военный эксперт. Валерий, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. 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 Валерий, ну тут, знаете, такой простой вопрос, и он как бы на поверхности. А чем важны на самом деле истребители, и можем ли мы говорить о дальнейшем продвижении на пути к освобождению всей территории Украины от российских оккупантов без применения вот той авиационной помощи со стороны украинских. Ну, истребитель это важнейшая составляющая как системы противовоздушной обороны. Также вот в случае, когда мы ведем речь все-таки об универсальном самолете, это и средства поддержки действий наземных войск. А сейчас как раз речь идет о том, чтобы Украина получила многофункциональные самолеты западного образца, которые могут использоваться как в качестве истребительной авиации, так и в качестве авиации для поддержки действий наземных сил. В зависимости от тех вооружений, которые применяются. И, конечно же, вот эти вот машины, которые должны поступить, они могут заменить тот парк разношерстной техники, который сейчас есть в воздушных силах вооруженных сил Украины. И нужно отметить, что по сути дела вопрос перевооружения воздушных сил, вооруженных сил Украины, он стоял еще до вот этой широкомасштабной агрессии российских оккупантов. Потому что, по сути дела, срок эксплуатационной годности того авиационного парка, который сейчас находится в вооруженных силах Украины, он исчерпывается и должен заменяться. А в соответствии с тем, что, по сути, Украина выбрала вектор развития, и, конечно же, не может быть речи никакой о дальнейшем использовании самолетов с постсоветского производства, то речь все равно будет идти о западном вооружении. И сейчас мы видим, что, конечно же, в этих условиях уже намечается коалиция, которая должна обеспечить поставки этих самолетов. И если говорить о возможности или невозможности проведения тех или иных действий без поступления западной авиации, то, по сути дела, эти действия сейчас производятся при имеющихся наличии воздушных сил, вооруженных сил Украины, средств, таких как самолеты советского производства. Конечно же, поступление самолетов западного производства существенно усилит возможности. И, в первую очередь, конечно же, это возможности противовоздушной обороны, о чем и говорят в воздушных силах Украины. Потому что сейчас на фоне поступления различных систем западного образца, создания такой устойчивой системы противовоздушной и противоракетной обороны, вот логичным завершением этой системы является включение в нее именно самолетов западного производства. Потому что это очень, скажем, необходимая часть для того, чтобы полностью закрыть небо от тех угроз, которые исходят от страны-агрессора. Сейчас, конечно же, имеющиеся воздушные средства, они позволяют лишь частично выполнять те задачи по прикрытию неба. А с поступлением западных самолетов будет это в ближайшее время или это будет сделано в немножко отдаленной перспективе, это все равно необходимый шаг для того, чтобы завершить создание системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ну и, конечно же, при поступлении самолетов западного образца вооруженные силы Украины получат новые инструменты, в том числе и дальнобойные, для воздействия по противнику, для того, чтобы прерывать его логистические цепочки, наносить удары на более дальние расстояния и, соответственно, противодействовать возможным ударам тактической и стратегической авиации противника, что сейчас делается немного другими средствами и с меньшей эффективностью. И, конечно же, поступление дальнобойных средств вместе с самолетами современными, оно позволило бы быстро решить вопросы изоляции Крыма, ну и, соответственно, быстрой его деоккупации с меньшими усилиями. И, конечно же, вот именно это позволило бы в более сжатые сроки решить основную задачу. Это полную деоккупацию всех территорий Украины и возвращение международно признанным границам. Для помощи, которая необходима для Украины, Украине нужны не только, как, понятно дело, истребители, штурмовики также нужны, говорил ли я об этом в Офисе Президента. И, как отметил советник, руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк, для обеспечения безопасности гражданского населения и контрнаступления украинской армии потребуется широкий спектр военной авиации. Давайте услышим подалека. Почему нужна авиация? Истребительная авиация нужна, чтобы дозакрыть небо от баллистических и гиперзвуковых ракет и сохранить жизнь гражданских. Штурмовая авиация нужна, чтобы обеспечить прорыв руобороны на оккупированных территориях, прикрыть наши наступления и минимизировать потери. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины, в Твиттер. Говоря о помощи в авиации, кто из государств, которые уже заявляли о том, что могут помочь? Возможно, еще в ближайшее время будет озвучена информация по помощи именно в авиации. Вопросы сроки. Кто может предоставить эту помощь как можно быстрее? Ну, конечно же, мы слышали заявление от некоторых стран. И самым знакомым заявлением является заявление представителей Нидерландов. Дело в том, что эта страна сейчас производит перевооружение летного парка, своей авиации на средства нового образца, именно на самолеты F-35. И по большому счету это позволяет освободить достаточно большое количество самолетов типа F-16, которые еще находятся в достаточно хорошем состоянии, которые могли бы быть в короткое время переданы Украине. Причем вот те заявления, которые поступали... Дело в том, что это вот программы. И нужно сказать, что вот это одно из наиболее таких реальных решений, которые может быть. Также мы видели заявление со стороны Польши о возможности передачи тех же F-16. Но, скорее всего, здесь в этом случае речь может идти о участии Польши в подготовке летного состава воздушных сил, вооруженных сил Украины, потому как Польша, в принципе, имеет ограниченное количество самолетов F-16. И для того, чтобы освободить какую-то часть, она должна получить, по крайней мере, те самолеты, которые были обещаны в рамках договора между Польшей и США. Речь идет также о самолетах F-35 и переходе вот на эту новую платформу. Но, в принципе, мы видим уже, что создается определенная коалиция, которая включает предложения разных стран. Здесь и предложения тоже Великобритании. Здесь речь может идти уже о немного другом типе самолета. Это Еврофайтер, который также может быть приемлем для решения тех задач, которые стоят перед воздушными силами вооруженных сил Украины. Ну, кроме того, мы слышали о заявлении Франции и возможности поставки самолетов, таких как «Мираж» французский. Также не следует исключать возможности пополнения арсеналов вооруженных сил Украины такими самолетами, как «Гриппен» шведского производства. Но, в целом, конечно же, для вооруженных сил Украины было бы желательно получение однотипного самолета. И наиболее бы подходили такие самолеты, как… Все вот эти указанные самолеты, они отвечают характеристикам замещения как истребительной авиации, так и штурмовой авиации в случае получения однотипного самолета. Но, конечно же, было бы важно, чтобы воздушные силы, вооруженные силы Украины получили один тип самолета. Ну, из наиболее реального, это, конечно же, F-16 может по количеству здесь обеспечить преимущество, потому что здесь, как и в случае танковой коалиции, есть достаточно большое количество стран, которые могли бы присоединиться к подобной коалиции при условии лидерства Соединенных Штатов в подобной коалиции. Мы уже видели, конечно, заявление от представителей Белого дома, военного руководства страны, наряду с тем, что пока речь не идет о передаче истребителей F-16, но также есть заявление о том, что Соединенные Штаты не будут препятствовать, если кто-то из партнеров примет решение о передаче наличествующих у них самолетов типа F-16. Но следует отметить, что вот уже создается определенная конкуренция между странами и разгорается борьба за возможность поставки того или иного типа истребителя. И здесь это вполне, может быть, объяснимо с точки зрения рынка вооружений. И конкурентная борьба за украинский рынок авиационных вооружений, она сейчас как раз и разгорается. Потому что в зависимости от того, какой тип самолета будет поставлен Украине, сейчас в рамках международной помощи, это обеспечит тем странам, которые решатся на поставку этих самолетов, вот в тех условиях, которые мы имеем, дальнейшие большие очень перспективы по предложению и модернизации, и дальнейших закупок самолетов, и, соответственно, их всестороннего обеспечения, что является достаточно такой большой долей рынка. Смотрите, вы уже говорили о Польше, о позиции определенных стран, которые, ну, знаете, не умалчивают о том, что они думают о передаче авиации, а прямо говорят. И одной из таких стран является Польша. Варшава уже сейчас готова рассмотреть передачу Киева самолетов МиГ-29, а в будущем может предоставить F-16. Об этом в интервью Украинформа заявил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что подготовка пилотов самолетов является долговременным процессом, но в то же время есть истребители, управление которыми украинские летчики готовы освоить практически сразу. Есть МиГ-29 и Лису, на которых они могли бы просто сразу улететь домой. Поэтому без сомнения, если эти самолеты будут переданы, то они смогут немедленно усилить защиту Украины. И это очень важно. Что касается F-16, для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Анджей Дуда, президент Польши, в интервью Украинформу. Верий, хотел бы объединить в одном вопросе два аспекта. Насколько большой преградой для освоения этих самолетов являются именно вот эти налеты, количество определенных часов, эти тренинги, эти учения. Насколько это сложно, там, пересесть из Мига Сушкина F, да, машину типа F. Вот насколько это сложный процесс. И скажите, вот если говорить о применении F-16, то обязательно ли иметь в Украине всю инфраструктуру для того, чтобы пользоваться именно этим типом машин? Или можно использовать для этого аэродромы или другие какие-то летные мощности в странах, которые ограничат с нами, в странах-соседях имею в виду? Ну, варианты могут быть различные. И, конечно же, для полноценной эксплуатации самолетов западного образца нужно развивать собственную инфраструктуру. Тут нужно отметить, что требования к тем же аэродромам для действий самолетов западного образца, в частности, вот F-16, они более жесткие. Однако, в принципе, это задача решаемая, в том числе и, возможно, более короткое время, нежели, вот, можно говорить, там, допустим, о каких-то капитальных переделках наших аэродромов. Часть аэродромов в Украине была опробована для использования самолетов западного образца еще ранее, до начала вот этих широкомасштабных действий, и проводилась некоторая адаптация, в том числе на некоторых самолетах приземлялись, на некоторых аэродромах приземлялись самолеты западного образца. Также вот сейчас, допустим, во время закрытого неба есть ряд возможностей по быстрому решению этой проблемы. Но в перспективе, конечно же, эта задача долгосрочная, она требует достаточно больших капиталовложений. Ну, о варианте, когда используются летные площадки стран-партнеров, ну, здесь вопрос может лежать в плоскости принятия политического решения, политических, скажем так, того, насколько на этот шаг могут пойти наши партнеры. В целом, конечно же, нужно опираться на свои возможности. Что касается переподготовки летчиков, то здесь, конечно же, процесс достаточно долгий, и вот в среднем подготовка пилота F-16 в процессе его переучения с советских типов самолета может занимать до 9 месяцев и иногда больше. Если же пилоты имеют определенную практику летную на других типах самолетов натовского образца, то такая подготовка может занимать гораздо меньше времени, вплоть до 5-6 дней, что, скажем, отмечено в некоторых программах подготовки пилотов западных. Но, конечно же, есть вот те варианты с возможностью поступления по Украине самолетов постсоветских, которые были адаптированы для использования некоторых систем западного образца. И вот подобные поставки также могли бы способствовать оперативному усилению возможностей воздушных сил, вооруженных сил Украины. А такие самолеты имеют ряд стран, и нужно сказать, что количество этих стран немного шире, нежели те, что мы знаем, были объявлены до сих пор. Это, прежде всего, Польша и Словакия, которые уже объявляли о возможности передачи своих самолетов Украине. Так что, в принципе, в любом случае, ожидаем дальнейших процессов по созданию коалиции самолетной, и в скором времени, я думаю, что будут какие-то свидетельства по принятию конкретных решений. Главное, чтобы это все как можно быстрее произошло. Валерий, вам огромное спасибо за вашу аналитику. Зрителям напомню, Валерий Рябых, военный эксперт, был с нами на связи.